Приветствую всех зрителей нашего канала. Сегодня разговор у нас пойдет снова о рассаде. Очень часто наши подписчики нашего канала задают вопрос. На рассаде появилась плесень, что же нам делать, как нам вообще быть? Действительно, это проблема из проблем, которые очень часто встречаются с нашей рассадой. Ну, конечно, причин для появления плесени очень много. Первая причина перевлажнения почвы, высокая влажность воздуха, или же вы, может быть, поздно сняли укрытие. Ну, масса причин, которые могут способствовать восстановлению плесени. Так что же делать, если она появилась? Есть три замечательных способа. Лучше бы, если вы взяли ручку и листок и записали все, потому что действительно эти советы рабочие. Ну, первый, наверное, самый проверенный, самый такой известный, все им пользуются, но, тем не менее, я и скажу. Это фитосполин. То есть вы его разводите по инструкции, опрыскиваете, можно опроснуть рассаду и пролить грудь. Это вот первый способ. Второй способ, не менее эффективный, это использование перекиси водорода. Вы берете перекись водорода 3% в аптеке, разводите 2 столовых ложки в литре воды и опрыскиваете рассаду и проливаете грудь. Перекись водорода работает замечательно. Проверено? Попробуйте. И, наверное, самый нетрадиционный, но один из самых эффективных способов. Это использование препарата метронидозол. Метронидозол это препарат, который, ну, наверное, все знают. Он используется во многих, лечит многие грибковые заболевания, в частности, его даже используют для лечения язвы желудка. То есть препарат достаточно известный и, в общем-то, недорогой. Расчет такой. Одну таблетку вы растворяете в литре воды и тоже проливаете грудь. Можно пойти вообще другим путем. Вы можете взять одну таблетку, размягчить ее, измельчить ее до состояния порошка и опудрить вашу рассаду. И поверьте, эффект будет потрясающий. Это вот таких три основных момента, которые сегодня я хотела вам рассказать. Я думаю, советы мои пригодятся при выращивании рассады. Оставайтесь с нами и всем пока!